И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзэхэдж, и это 11 серия выживания Винтаж Стори. Я не просто так спускаюсь в эту шахту, я здесь наконец-то, спустя столько времени, кое-чё нашёл. Шахта получилась длинная, но найти у меня получилось с первого прокопа. Это хорошо, потому что, если честно, я уже думал, что всё, хана. Железная руда, ребятки, в виде лимонита. Ох, у меня, правда, почти дохлая кирка, у меня ушло два моих замечательных молотка геологических, поэтому я чувствую, что сейчас мне нужно будет со срочным, точнее, в срочном порядке, бежать и делать себе всякие эти самые устройства для преобразования железа, потому что, если честно, я не помню, что у меня осталось на базе по меди или по бронзе. То есть, смогу ли я себе сейчас сделать вообще ещё одну эту самую, ещё одну кирку. Но в любом случае, жила получилась вроде как не самая маленькая. Единственное, что сколько вот это у нас с вами получается? Средний кусок лимонита. Ну, сколько-то железа у меня будет, да? Это на самом деле хорошо. И я здесь ещё за кадром провел время, собственно, почему серии не было в понедельник, да? Потому что я растил себе лёны и искал железо. Ни то, ни другое у меня не получилось, но вот железо я нашёл. Поэтому, собственно, наконец-то могу начать писать серию. Вот, ребятки, увидимся. Я это всё дело должен сожрать. И, ребятки, я даже, на самом деле, скопал не всё железо далеко, которое там было. У меня почти закончилась кирка. Я думал, что у меня нет ещё одной кирки, поэтому пошёл, покопал себе ещё немножко меди. Меди у меня в итоге получилось. Ну, действительно, немножко, да? Вот. А, собственно, приедя домой, я увидел, что у меня здесь есть кирка. Ну, на самом деле, так даже лучше, но в любом случае, нам с вами нужно смотреть теперь насчёт вот этого вот лимонита. Для начала давайте его, конечно же, оприходуем нашим молоточком, потому что куда ж без него. 128, 128, и здесь ещё получается 48. Превосходно. Теперь вот эту вот дурку нужно, насколько я помню, запихнуть в блумери. Единственное, что в каком количестве там нужен ещё уголь, я не помню. И есть у меня... У меня охренительное количество угля, ребятки. Пошёл-ка я, пожалуй, немножко порублю дровов. Ребятки, у меня здесь плавится ещё некоторое количество нашей замечательной оловянной бронзы, потому что я, собственно, сейчас буду отсюда скоро. Достаточно забирать вот эту наковальню. Я себе разделил куски лимонита вот таким вот образом, 120 и 120. Вот эти 64 я сейчас вообще уберу, потому что я, собственно, хочу дождаться, пока их тоже будет 120, потому что первый шаг, который нам с вами необходим будет вот с этими вот замечательными кусками, это обработать их в нашей блумере, в нашей сыродутной печке. И, собственно, у меня по этому поводу есть кирпичей на 3 аж печки. Давайте, наверное, прямо-таки 3 сейчас сразу и сотворим. То есть мне нужно 3 базы. Раз, два, три. И мне нужно 3 верхушки. Как они там, бишь, называются? Хрен их знает. Но я думаю, что что-то вроде того. Раз, два, три. Я помню рецепты, какая прелесть. Так, и, соответственно, на каждую вот эти вот 120 самородков мне нужно всего-навсего 6 угля. Уголь я в итоге увидел, что я его ставил, оказывается, это хорошо, но ещё немножко дерево-то нарубил в любом случае. Так, 8, это будет 6, и это будет 6. Есть, потому что сейчас у нас с вами 2, соответственно, этих самых набора, поэтому всё будет хорошо. Так, что мне нужно ещё? Я не хочу руками обрабатывать металл. Я уже говорил, железо, если быть точным, да? Поэтому давайте посмотрим, что мне нужно. Мне нужна ось. Во-первых, деревянная ось. Как они делаются? Это молоток, это нож, это кусок жира? Мне сейчас что, придётся идти искать баранов там, рубить всяких разных? У меня, скорее всего... А, нет, фу, есть немножко жира. Блин, ну если у меня делается одна ось из этого, это будет, если честно, немножко печально. Давайте найдём какое-нибудь себе дерево. Вот у меня, допустим, есть дерево. Давайте найдём... А чё бы вот не сосна, допустим, да? Сосна. Молоток. У меня висит молоток. Мне нужно взять молоток. Без молотка жизнь не та. Иди сюда, мой молоток. И я там дерево оставил, да? Да, я молодец. Ну ладно. Так, дерево, молоток. Молотком будем долбить по ножу и смазывать всё это дело. Нет? Чё-то забыл? А смазывать как же? Я смазывать хочу. Ось. А чё я сделал не так? Молот. А, это зубило, это не ножик. Ладно, зубилом будем смазывать, тоже неплохо. Так, по два делаются. Сколько мне их нужно? Я думаю, штучек 10 как минимум. Даже, наверное, давайте сделаем 12. Нам для начала хватит. Если что, мы с вами сможем сделать ещё, это радует. Не знаю, где у меня что лежит. Это первое, что нам с вами было необходимо. Второе, это ротор. Ротор, к слову, рот никакого отношения не имеет. Но, тем не менее, на него тоже нужен жир. Он, благо, кстати, нужен один. И хорошо, что я в таком случае себе немножко жир это сэкономил. То есть, жир. Внизу две деревяхи. Здесь наш зубильник и молоточек. Вот так, да? Вот, мельничный ротор. Дальше мне нужны угловые шестерёнки. Как они называются по-русски? Хрен их знает. Ло. Нет. Шесте. Конические шестерёнки. Окей. Блин, здесь нужна пила, две палки, зубила. Ох ты, ё-моё. Таких мне нужно как минимум две. Я думаю, что мы с вами тоже, наверное, сможем это сделать. Вот здесь сейчас будет сложно. Я не запомнил этот рецепт. Коническое. Нечто коническое. Блин, открепись коническое, пожалуйста. Ух ты, коническое. Так, е. Давайте пробовать это сотворить. Раз-два, раз-два. Блин, мне нужна пила. Где у меня может быть пила? Так, закройся. Отдайте мне инвентарь. Да не зубила ты же, зубила моё. Ну, у меня чё-то не влезает ничего. Так, продолжаем разговор. Вот так, вот так, сверху пилу. Слева по ней бить молотком. Ужас какой. Это издевательское отношение к инструментам, буквально. Мне кажется, такого быть не должно. И жирокчик мой, конечно же, жирочек. Так, жирочек нам с вами получил сделать ещё две шестерёнки. Помог, точнее же, получилось сделать. Что я несу такое. И что-то, по-моему, у нас с вами опять нифига не влезает. Ну, я сюда вот кожу положу, потому что она мне сейчас не нужна. Так, в принципе, это базис. Пойдёмте попробуем этот базис с вами поставить. Мне, на самом деле, сейчас как бы то, что меня останавливает, это растущий лён. Нужно, чтобы его выросло много. Чувствую, здесь будет дикая жидайка. Потому что мне нужно четыре... Ну, я их там куда-то выложил. Четыре моих этих самых полотна. Где здесь наша псевдокузница с псевдомельницей? Здравствуйте. Вот ты что, здесь ночевал? Реально какой-то бомжатник, по-моему, сделал для дрифтеров вместо себе кузницы. Ну, ладно. Вот, кстати, сюда, с этой стороны, мы с вами себе поставим блумери. Я их, поэтому, с собой и таскал. Потому что, типа, у нас здесь с вами будет полностью оборудованная кузница, как таковая, да? И если мы с вами сейчас уберём отсюда труп этого вот дрифтерового бомжа, то нам будет немножко проще поставить сюда третью блумери. В принципе, есть место ещё и для четвёртой. Мне, конечно, уже и три-то не надо, но всё равно. Раз, и вот эти тоже закрыть. Двас и трис. В принципе, я думаю, что пока мы с вами здесь, давайте, наверное, сразу вот эти две блумери загрузим. Shift-Control, да? Shift-Control, правый клик. Они, опять-таки, будут засовываться. В каждую блумери влезает 120 единиц вот этого вот лимонита. Согласно Вики, да? Я не знаю, так это или не так. Я первый раз здесь делаю железо. И на каждые 120 лимонита мне нужно будет 6 угля, как я уже, собственно, и говорил. Давайте попробуем это дело воспроизвести. Вот так вот надо сделать. И вот так вот надо сделать. Теперь это надо зажечь вроде как, да? Shift-Control, правый клик. Или просто правый клик. О, господи, что он делает с факелом? Что он, персонаж, делает с факелом? Извращение, чертов. Давайте попробуем вот так сделать. Горишь? Вроде горишь. Да, оттуда, по крайней мере, пошел дымок. И отсюда пошел дымок. Во, нормально. Единственное, конечно, да, вот здесь бы сейчас сделать дырку, а то угорим нахрен. Ну, ладно. Так, теперь залезаем наверх, где у меня есть местечко мое замечательное, секретное. И вот здесь мы с вами будем делать себе вал. Вот у меня эти 12 валов есть. И мне нужно сделать что-то вроде... Я бы хотел здесь еще ходить. Наверное, знаете даже как? Прямо-таки сразу над забором сделать. А нет, прямо-таки сразу... Ой-ой-ой. Сразу вот так мы с вами сделаем. Единственное что? Давайте здесь выкопаем ямку. Мне нужен этот блок. У меня с собой другого нет. Сейчас я вам попытаюсь объяснить сначала на словах, что я хочу сделать. Хотя, возможно, на словах и не получится. В общем, суть в том, что нам с вами нужно организовать передачу механической энергии от мельницы, которая здесь будет крутиться, вниз. Потому что внизу у нас с вами будет стоять специальный молот, который будет заниматься тем, что долбить по наковальне. Давайте отсюда уберем эту штуку. И что-то вроде вот такого попробуем сделать. И здесь там бам-бам-бам-бам. Так, единственное что... Как мне правильно поставить... Давайте, наверное, вот этот уберем. Мою коническую шестеренку. То есть мне ее нужно поставить вот так, наверное. И вот сюда поставить... Во! Оно само присоединилось. Отлично. Теперь сюда еще такую штучку. И вот здесь все-таки снять забор. Не хочу я, чтобы здесь был забор. Хочу я, чтобы здесь был еще один мой вал. Так, не свалиться бы, не свалиться. Вот так вот попробуем. Бым! И к нему уже приделаем ротор. Мельничный ротор. Бым! Вот. К мельничному ротору мы с вами будем уже крепить паруса, которые я сейчас, соответственно, делаю. В принципе, можно будет вот здесь сделать что-то вроде вот такого вот... Как арки, не арки для мельницы, да? Но это все потом. Так, здесь... У меня здесь ничего не стоит? Ничего не стоит. Я могу, то есть, этот блок забрать спокойной душой. Нужно провести вторую, так сказать... Проведение второе сделать. И сделать его как-то вот так. Так, вот здесь нужно поставить вторую вот эту вот штуковину. Вторую штуковину мы с вами поставим вот таким образом. И можно вернуть на место наш гранитный булыжник. И вот здесь поставить второй вал. Так. Все бы хорошо, но не все хорошо. Черт возьми, вот это вот нужно поставить на один левее. Арк. Тык, тык, тык. Вот. Теперь вроде как у нас с вами все получается правильно. Потому что, если эта штука будет стоять вплотную к стенке, я не смогу к ней подключить самое главное, собственно, то, ради чего все это дело затевалось. Ось должна касаться блока. А я что пытаюсь сделать? В смысле? Чего? Чего не так-то? А, вот так должно быть. Иначе мы с вами сюда не поставим эту вот вертушку. Ну ладно, так тоже неплохо. В принципе. Так даже я бы сказал немножко реальнее. А то у нас с вами как-то она странно висела. А так она висит не очень странно. И вот здесь у нас с вами будет стоять специальный блок. Назывался актуатор. А здесь у нас с вами тоже будет всякое такое стоять. В общем, скоро узнаете, что из этого выйдет. А сейчас здесь все это дело делается. Я пошел дальше на ожидайку по... Кстати, надо было посмотреть, как тут наши эти самые овцы-то. Овцы-то, овцы-то. Ой, опять ты не опадаешь. Слушайте, а чего вы беременные и из вас ничего там не вылезает, а? Дети баранов. Почему вы не делаете детей баранов? Я же ради этого вас здесь разводил. И не ешьте более того. Ну ладно, то, что не ешьте, это скорее плюс. Так, давайте все-таки будем надеяться, что у меня с четырех вот этих вот штуковин появится четыре паруса. Потому что, в принципе, четыре это минимум, сколько мне нужно вот таких вот парусов. Самый-самый минимум. Ребятки, в общем-то, пока у меня растет лен, я решил еще походить, более того, лен пособирать вот таким вот образом, да? То есть заходим в пещеру, ищем там дрифтеров, убиваем дрифтеров. И с какой-то вероятностью из них получается вот эта вот льняная ниточка. К сожалению, пока что у меня получилось найти только одну, а дрифтеров я убил уже сильно больше. Но я себе параллельно... Вот, собственно, вторая у нас с вами получилась ниточка. Я себе параллельно собираю еще медь, потому что почему бы нет. И сейчас вот я совершенно случайно здесь обнаружил такую замечательную вещь, как висмут. В принципе, учитывая то, что у меня есть какое-то количество цинка, я думаю, что я его тоже здесь соберу. Благо его здесь тоже не такая уж большая жила. Я думаю, что у меня, в принципе, пару клеток в инвентаре не жалко на это дело. Вот, и я надеюсь, что я все-таки найду себе льняные поля. Да, потому что изначально я хотел не дрифтеров убивать, а как раз собирать лен в полях. Ну, наружу, да? Но что-то пока не нашел ни одного. Ну, давай. В общем, ребятки, построил я отдельное поле под лен. И, собственно, очень долго не мог понять, что же такое случается, почему вот он вот так застревает на стадии 8 из 9 и все. А потом я понял, что, видимо, это случается из-за того, что ему перестает хватать калия. Поэтому, собственно, я взял селитру и немножко здесь удобрил. Стало получше. Я снял хотя бы свой первый урожай. У меня есть 19 волокон. Сейчас мы с вами с ними что-нибудь сделаем. И, к сожалению, я ничего не смог вспомнить, где же я здесь взял вообще селитру. Потому что я оббежал все блицлежащие вот эти вот ямки. Нигде там селитра нет. Может быть, я ее нашел в каких-то этих самых, в сосудах, в данжах. Я фиг его знает. Ладно, в любом случае, что мы с вами сможем получить из такого количества ниточек? Получить мы с вами сможем всего-навсего 4 шпагата. И это получается, что мы с вами сможем получить четвертую такую штуку. Значит, мы сейчас с вами себе сделаем первый этот самый. Наверное, первый... Как его зовут? Парус. По-моему, вот такой рецепт там был. Вот так, да? Вот. Да, 4 паруса. Отлично. Помимо 4 парусов... Парусов. 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 Давайте сразу себе сделаем еще 2 вещи, пока мы с вами здесь. Кстати, не помешало бы, наверное, интерьер чистить. Но ладно, пофигу. Мне нужен актуатор. Да не актуатор, а актуатор. Акулу какую-то ищем. Деревянный актуатор. Нам с вами снова требуется кусочек жира. Ой, кусочек жира. Есть у меня все остальное. У меня есть такая штука. У меня есть... Где молот? А, у меня есть молот. Есть молот, есть штука, есть пила. Отлично. Кусочек жира. Открывайся. Где он у нас живет? Жирь. Вот у нас где живет. Жирь. Так, хы. Актуатор. Еще раз. Да и опять актуатор. Что ж такое-то? Актуатор. Актуатор это штука, которая нам с вами... Нужно еще вот это открыть как-то. Так вот, собственно. Актуатор нам с вами будет нужен для того, чтобы как бы об него бился... Ну, точнее, об него приводился в действие наш молот. Назовем это, наверное, так. Так, достаточно тяжело объяснить словами, что он будет делать. Но я думаю, что проще показать. Сейчас мы с вами только его скрафтим. О, мне кажется, здесь жир-то был. Ну, да, логично. Это он убивал всяких этих самых. Баранов и прочих. И чего я сделал не так? Зубило. По четыре доски. Что, доски нужны одинаковые, что ли? Вы серьезно сейчас? Обалдеть, доски нужны одинаковые. Ну, ладно, у нас с вами есть деревянный актуатор. Хорошо. И еще мне нужна вторая штука. Вторая штука называется... Тормоз. Для того, чтобы мы с вами смогли систему выключать. В принципе, она как бы необязательная. То есть, актуатор обязательный. Эта штука необязательная. Но я думаю, что сделаем. Почему бы нет? Давайте сделаем даже ее, наверное, вот из этого самого, из бревна. Потому что у меня все равно есть пару лишних валов. Так, это есть, это есть. Ну, слушайте, ребятки, вроде бы все. Если я ничего нигде не наманьячил, то, наверное, все. Давайте возьмем все это добро и пойдемте... Единственное, что, наверное, знаете, что надо сделать? У меня вот здесь есть льняное зерно, конечно же. Которое я забыл выкинуть. Давайте попробуем это дело поставить. Сейчас единственное, что работать это вряд ли будет. Потому что очень мало парусов. Парусов нужно сильно больше. Давайте прямо-таки, наверное, с парусов и начнем. Для того, чтобы начать с парусов, берем наши... Тихо, не лагай. Берем наши паруса и делаем правый клик по нашему вот этому вот... Как его там бишь звали? Ать! Вот. Хе-хе-хе. У меня самая маленькая в мире мельничка. Но тем не менее, смотрите, она уже начала потихоньку крутиться. Единственное, что я боюсь, что как бы ей этого самого высоты бы не хватило. Потому что она, по идее, по-хорошему должна бы крутиться быстрее. Но проблема в том, что у нас с вами еще и сама по себе мельничка маленькая, да? Теперь, ребятки, берем наш деревянный актуатор. Ставим его вот так. И берем наш тормоз. Наш тормоз. И ставим его, допустим, с этой стороны. Допустим, вот... Вот так. Во. Если у нас с вами тормоз затянут, система вся стоит. Если тормоз отпущен, система крутится. Ну, по мере возможности. И нам с вами сюда еще нужен же этот самый рычажный... Во-первых, сам рычажный молот нужно сделать. А во-вторых, для него стойку, основу. Вот ты, блин, я забыл. Давайте тоже скрафтим. Так. Жирок вниз. Потом три доски. Давайте все-таки вот эти вот добьем доски. И наши любители. Наши любимые, точнее, штуки. Так. И, кроме того, пока мы с вами здесь, давайте сделаем сам по себе рычажный молот. Вот, по-моему, он делается достаточно просто. Да пофигу из чего. Мне нужно все на всего 8 досок. И само по себе основание. Само по себе основание. У нас здесь вылета достаточно давно. Вот оно здесь лежит и ждет своего часу. Нам, в принципе, совершенно без разницы, из чего оно будет сделано. Поэтому из-за чего там оно у меня? Из-за лавянной бронзы. Пусть будет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот такой вот у нас с вами рычажный молоточек. Так, молоточек есть, фигня есть. Пойдемте это дело тоже поставим. Оставить мы с вами это, ребятки, дело будем следующим образом. Берем вот эту основу и ставим ее вот так. И теперь сюда просто вешаем наш молот. Бым. 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 Ну, бым же. Бым-бым-бым-бым-бым-бым. Во. Вот такая вот дурила. Единственное, что сейчас эта дурила даже, наверное, с трудом будет подниматься, если вообще будет. То есть момента, который у нас с вами вырабатывает наша вот эта маленькая мельничка, его банально не хватает. Так что, в принципе, сейчас нам с вами остается сделать две вещи. Вещь номер первая. Перенести сюда эту самую наковальню. И вещь номер вторая. Ждать, пока вырастет лен. Давайте, собственно, с первой вещью мы с вами прямо-таки сейчас все решим, да? Наковальня из оловянной бронзы. Кстати, я там пока ходил, я же набил себе еще немного копера. Поэтому сейчас мы с вами себе сделаем новую наковальню просто. Чтобы у нас вот эта была всегда здесь. Вот мы ее поставим под молот, вот. И она здесь всегда будет стоять. И мне надо что-нибудь сожрать. Ну, ребятки, вроде все. Еще шпагатов есть. Здесь также у нас с вами есть еще какое-то количество растущего льна. Но если что, вот его как бы дождаться, и, наверное, все, наверное, хватит. И там уже даже потихоньку начали те поля, собственно, приходить в норму. Единственное, что я так и не нашел, к сожалению, никакой селитры. Так, у меня есть шесть таких штук. Это будет... Или нет? Или я опять просчитался? А, нет, погодите. У меня вот здесь есть три. Все, нормально. Еще четыре таких штуки есть. Раз-два, раз-два, раз-два. И, соответственно, раз-два, раз-два. И надо будет наделать дурацкого льняного хлеба. Хотя, в принципе, он невкусный. Так. Ну, точнее, как невкусный. Он очень мало восстанавливает. Я в этом смысле не в том, что я пытаюсь его здесь сожрать. Так, давайте улучшим. О, здесь какое счастье это у нас случилось. Блин, давненько я сюда не заходил. Надо было бы, наверное, почаще это делать. У меня тут много теперь всего. А баран все еще один. Смотрите, здесь сейчас будет это самое. Кошмар. Инцест. Так, ладно, давайте заберем какое-то количество отсюда этого самого семени. Господи. Семечек заберем отсюда какое-то количество. И штучки пожрите. Вот вам немножко. Всего две порции. Блин, надо тогда сейчас... У меня где-то была еще эта самая трава в большом количестве. Надо, наверное, сейчас пойти ее им отдать. А то с голоду, конечно, наверное, не помрут. Но и хорошего мнения обо мне тоже не составят. Сколько я могу сюда запихать? Еще четыре порции, да? Ладно, пусть будет. Так, мне нужно себе сделать мельницу в нормальном варианте. Как прикольно от нее эти самые лучики отражаются. Бамс. Вот, ну, будешь такая крутиться, нет? Или мне нужно провести еще бесконечное количество часов смотреть на то, как растет лен? Как у нас здесь с вами дела? Вроде этот самый опущен. А давайте с вами залезем наверх и посмотрим. Посмотрим, что у нас по характеристикам этой нашей мельницы. Тут же должно быть написано, по идее. Сила ветра 13%. Сила ветра 13%, ребятки. Это означает то, что здесь очень хреново с ветром. Может быть из-за того, что здесь гора? У меня, знаете-ка, я сейчас дикое желание попробовать это дело просто выше поставить. Давайте я сделаю еще некоторое количество вот этих вот деревянных осей. У меня всего две есть. И мне понадобится еще раз и два, еще две вот таких штуки. Хотя, знаете, в принципе, что можно сделать? Я могу пробовать здесь прямо-таки через этот самый пройти, через крышу. И не делать ничего особенного. То есть вот это вот убираем. Вот оно закрутилось, смотрите. Значит, все-таки действительно очень слабая сила ветра. И у меня закончился мой топор. Я точно помню, что я делал много. Давайте вот этот отсюда заберем. Интересно, кстати, как сейчас все это дело вывалится. Как? Четыре паруса! Блин, мои паруса! Фиг с ним, с костями паруса! Сколько времени ушло на то, чтобы сделать эти дурацкие паруса. Так, давайте продырявим крышу. То есть прямо вот отсюда. Прямо вот отсюда вверх. Угу. Крыша наша. Наша крыша. И давайте попробуем сюда присобачить вал. Эээ, деревянный новый с другой блок мешает. Ничего не мешается нормально. Бам-бам. Типа так, да? Идем, что мне-то нужно здесь продлить дорогу доверху. Потому что как же я иначе туда буду попадать? А у меня с собой лестинок нету, да? Окей. Три. Ну даже четвертая уже лишняя, ладно. Хо-хо-хоу! Так. Вот мне бы вот до этого, на самом деле, конечно, до этой дырочки дойти. Вот черт его знает, работает эта механика в игре или нет. Можно так делать или нельзя. Но для начала в любом случае сюда эту нашу кривую шестеренку. И все как обычно. Я себе наделал еще некоторое количество осей. И надо еще сделать раз. Блин, здесь, наверное, кстати, нужно самый себе удлинять. Вот этот вот проходик. А то ведь не будет работать нибудь. Раз, штука. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да что ж такое-то? То хотел сказать не упади и, конечно же, упал. Так, ребятки, я руками залез сюда. И сила ветра 13%. Я немножко не понимаю. То ли здесь, в принципе, эта гора не дает этой штуке как бы развиваться, да? Давайте попробуем куда-нибудь залезем еще. Ребята, она на полу дает 17%. На полу лучше, чем у меня в горе. Это пипец какой-то. Ладно, ничего не знаю. Давайте пробовать. 4 и 4. Вывод энергии парусов 40%. Сила ветра 13%. Крутиться он, я так понимаю, не будет. Шестеренка моя, шестеренка. Бам. Бум. Ударил и не хватает силы. Вот ты черт его дери, ребятушки. О-хо. Ладно, знаете, что я сделаю? Я, наверное, пойду заниматься своими делами какими-нибудь. Другими. Не в винтаж-стори. Ремонт, допустим, на нее попишу, да? И за это время попробуем еще порастить себе немножко льна. Возможно, у меня получится, и я смогу себе еще увеличить как бы этот самый круг нашего, ну, этого, как его зовут, пропеллера, да? Ну, ребятки, я так понял, что я, наверное, хочу какое-то время еще себе свою еду замечательную похоронить, потому что мы с вами... Не в смысле похоронить, а в смысле хранить дольше, да? Потому что мы с вами сейчас уйдем в АФК, и я боюсь, что она будет потихоньку дохнуть. А вот такие вот котелки, после того, как я их обожгу, они нам с вами позволят хранить мой замечательный суп, который у меня даже одна тарелка, он больше, чем я в себя могу вместить. Вообще отличная вещь. Так, насколько я помню, наш с вами вот этот вот котелок, нужно сделать просто правый клик, и мы в него заберем все то, что было в этой штуке. А здесь у нас с вами 4 порции мясного рагу с вареной репой и капустой, то, что я себе последнее готовил. Теперь я хочу, чтобы это у нас с вами еще и похоронилось, поэтому я возьму наш замечательный жир, если я вспомню, куда я его, блин, дел, вот он. Кстати, заканчивается жир, да? И сделаем правый клик. Нет? Швист правый клик? Нет? Как это делается? Вот так, может быть? Во! Запечатанный. Мы с вами без него будем 1 и 2 дня здесь всего хранить, а запечатан в варианте 10 дней. И то это если в том случае, если я его буду таскать условно с собой. А давайте себе сделаем еще одну вот такую полку для еды. Сейчас я вам объясню почему. Точнее, зачем. Полка. Полка для еды это 4 досточки. 4 досточки. Раз, два, три, четыре. Такая вот полочка. Поместим ее в подвал. Куда-нибудь вот сюда. Я здесь себе, кстати, да, антураж сделал, вам, по-моему, не показывал. И сюда поставим этот горшок. Он здесь будет храниться 33,2 сутки ок. Согласен, ок очень даже неплохо. Вот, и в принципе, таким образом мы с вами сейчас можем, кстати, даже себе взять, наверное, какой-нибудь, каких-нибудь овощей. И бобов, допустим, и сварить себе овощного, овощно-бобовую какую-нибудь кушанье, потому что у нас с вами освободился горшок. Вот такой вот, в принципе, удобный способ хранения еды. Ну, окей. Ну, допустим. Что-то я даже, по-моему, переборщил. А, нет, все нормально. 16 штук. Еще даже запас остался. Блин, тяжко это столько растить лен. Дурацкий лен. Так, 4 штуки. Ну что, проверяем. Если сейчас опять он не будет работать, то все. Плюем на эту идею. Нужно, видимо, куда-то переносить вот эту всю конструкцию. А мне, если честно, лень. Погодите, мне показалось ли она там сейчас чуть-чуть приподнялась. Что там, ветер поменялся? Такое ощущение, что у меня немножко чуть-чуть приподнялся молот. Это бывает. Да, смотрите, и штука немножко повернулась. Реально, что ли, ветер какой-то был? Может, там паральный шторм? Да нет, я бы его заметил, наверное. Так, что у нас теперь? 26% в силу ветра и вывод энергии 60%. Ну давай, ну закрутись, пожалуйста. Крутись, крутись, крутяшка. Все, ребятки, я бы рад продолжить, на самом деле. Но я не знаю, сколько времени уже прошло. И, собственно, мне прямо сейчас надо монтировать серию и ставить ее на рендер. Иначе она не выйдет и во вторник тоже. Ох, ну ладно, что. В таком случае, наверное, будет еще одна серия. Потому что я пойду снова растить лен. И надеюсь, что все-таки к началу следующей серии у нас эта штука закрутится. Вот, а сейчас большое спасибо всем, кто посмотрел серию до конца. На скорости 1х не перематывая, конечно же. Кто меня поддерживает финансово, в частности Литариусу. И всем остальным, конечно же, да. Не забывайте, что если вы хотите меня поддержать, но нет финансовой возможности, просто поставьте лайк, оставьте комментарий. И расскажите друзьям о том, какой прекрасный вы ролик сегодня посмотрели. Чтобы они тоже пришли и посмотрели, и подписались. А с вами был Сигзахаш. Увидимся в следующий раз. До новых встреч, как обычно. Всем счастливо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok